Всего месяц понадобился горожанам, чтобы привести Самару в порядок. Убрали 46 миллионов квадратных метров территории, вывезли сотни тысяч тонн мусора. В общегородском субботнике приняли участие треть населения города. И вот подведение итогов. Организациям, которые наиболее активно участвовали в месячнике, вручены благодарственные письма главы города Олега Фурсова. В этом году мы подошли неординарно к тому, чтобы провести и обратиться ко всем людям, но и поднять ту народную волну любви к городу Самары, чтобы практически не по приказу, а по зону сердца все вышли и привели наш город в чистоту и порядок. Я очень благодарна вам за то, что вы откликнулись на призыв главы городского округа Самары на то, чтобы город привести в порядок. У нас обновляются фасады исторического центра Самары. У нас украшаются многие места, которые для людей действительно исторически сложились, и они стали абсолютно родными. Договоры об участии в общегородском месячнике по благоустройству подписали более 50 организаций. В числе награжденных коллектив телеканала «Самаргиз». Редакция не только своевременно освещала все события, связанные с субботником, но и вместе со всеми убирала город. Без отрыва от телепроизводства сотрудники в полном составе вышли, чтобы привести в порядок двор на улице Чернолеченской. Дорогие друзья, мы все самарцы, и нам от наших родителей, от наших бабушек, дедушек достался этот город. Со всеми ее великой историей, с его невероятным своеобразием, с его, наверное, большими проблемами. По-моему, то, что происходит сейчас, это большой шанс оставить нашим потомкам этот город только с достижением истории и своеобразием, и без всяких проблем. Спасибо всем большое. Но масштабные работы по благоустройству продолжаются. Жителям, гостям города следует отнестись с пониманием к разрытым улицам и прикрытым дорогам. Всего за год Самара может преобразиться до неузнаваемости так, чтобы достойно встретить игры мирового футбольного первенства. Олег Зверев, Василий Калдашов. События.